Привет! Снова с вами Самая Рыжая и сегодня я хочу поговорить с вами о пяти стадиях принятия мультимедийного горя. Я очень люблю эту метафору и вот в моей практике общение с разными-разными людьми и консультирование разных редакций, там контент-проектов, контент-менеджеров. Очень помогающая схема понять, диагностика, на каком этапе человек находится и от этого уже плясать, что человеку советовать, что с человеком делать. Основано это все на совершенно не связанной с медиа концепции, вот про пять стадий принятия горя, которая есть в психологии, которая есть в медицине, где человек проживает шоковое состояние и травму, которую он проживает. И специалисты помогают ему пройти через некие пять стадий адаптации к шокирующей информации. Значит, пять стадий, которые у нас есть, это отрицание, нет, это со мной вообще, такого не могло со мной случиться, значит, где-то, где-то ошибка, да, отрицание того, что произошло. Второе – это гнев, причем гнев, он может быть направлен вообще в очень-очень разные стороны, что, значит, как космос допустил, так и на окружающих людей, которые, может быть, вообще никак не связаны и не виноваты. Но вот этот вот гнев нужно выплеснуть, типа, козлы вокруг все, почему со мной, почему мне нанесена такая травма. Значит, вторая, третья стадия – это торг, когда человек начинает в попытке смириться с новой реальностью, человек пытается, ну, опять же, да, кто с космосом, кто с самим собой, начинает договариваться, типа, а вот если я сделаю так, то со мной больше такого никогда не случится, да, то есть психике необходима некая гарантия, некая устойчивость, что это было слишком больно, это было большим шоком, поэтому как бы так себя вести, как бы так изменить свою жизнь, чтобы такого больше никогда не происходило, такой боли не испытывать. Четвертая история – это депрессия, то есть когда ты понимаешь, что вот эти все договорки, все эти торги, ну, нет, они не приведут никакому результату, невозможно подстелить везде соломку, невозможно ничего гарантировать про будущее, оно все точно так же неизвестно и непредсказуемо, и человек впадает в выпускание лапок, я ничего не могу сделать, мне плохо, и вот прям такое обессиливание происходит. И дальше, если психика справляется с этим шоком, то уже приходит принятие, приходит там поиск источника новой энергии, возможности силы что-то дальше делать. И не бывает так, что человек перепрыгивает от, не знаю, гнева до принятия, он все равно проживает вот этот вот спектр с разной скоростью. Это сильно зависит от шока, это сильно зависит от травмы, это сильно зависит от психики человека, сильно зависит от его умения саморегулироваться, от наличия либо отсутствия помогающих вокруг людей, будь это там специалисты, либо там круг друзей, родственников и коллег, и вот наличие либо отсутствия, наоборот, деструктивного поля. Ну то есть очень-очень много факторов влияет на то, как мы справляемся с какими-то шоковыми ситуациями. Так вот, если взять вот эту вот логику за основу, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, то я вижу, что для людей вот эти технологии медийные, изменения того, как ты работаешь в рамках своей профессии, что в медиа, что в образовании, вот люди проходят абсолютно те и те же самые вот эти пять стадий, что вызывает у меня такую мысль, что вот эти новые технологии являются травмой, шоком и чем-то таким, что выбивает человека из колеи, поэтому ему необходимо адаптировать. И все те факторы, которые я называла, для того, чтобы проживать какое-то там личное горе, личную трагедию, все эти же факторы влияют на успешность принятия либо непринятия той или иной медийной практики или изменения какого-то подхода. То есть, когда человек сталкивается, давайте на примере, что это конкретно было, ну, например, я приезжаю в какой-нибудь медиапроект и нужно заказчик, допустим, или редактор, или издатель, говорить, нам нужно переобучить журналистов, чтобы они писали интересные вещи. Ну, во-первых, там понятно, что у всех свое понятие интересных вещей и правильных, и современных, и грамотных. Но это мы оставим немножечко за рамками для другого ролика. А вот история про, как люди адаптируются к требованию работать по-другому, писать по-другому, оно как раз укладывается в эти пять стадий принятия. Значит, что я делаю? Я прихожу и рассказываю ребятке, вот смотрите, есть разные способы работы, да, есть вот такой, к которому вы привыкли, есть вот такой с такими результатами. Вот смотрите, вот такие проекты есть, которые делаются редакциями, либо командами очень близкими к вам. Это очень важно так говорить, потому что бессмысленно показывать, условно, маленькой районной газете, у которой пять человек журналистов, бессмысленно показывать пример, там, ТАССРИА новостей и каких-то крупных проектов, потому что это несоизмеримо, несоизмеримо, это очень мало опыта можно передать друг другу. И они живут просто в разных вселенных по разным принципам. Поэтому нужно всегда подбирать какие-то примеры, которые по силам, которые близки по ресурсам и по организации к тем людям, к которым мы пришли. Именно поэтому тренинги невозможно сделать универсальные, невозможно сделать один раз разработанный тренинг, и пошел ЧОС «Я не Дима Билан», который может одну песню петь на разных площадках. То есть в данном случае все тренинги, они подбираются под аудиторию, и все примеры подбираются под аудиторию. Иначе это бессмысленная трата тренингового времени. Ну вот, то есть мы там тренируем насмотренность, мы показываем, что еще можно, и дальше в 99% случаев начинается работа с группой, начинается работа с возражениями, потому что, блин, просто каждый первый раз, и я понимаю почему, я же знаю про 5 стадий принятия, первая волна, которая втыкается в меня, это невозможно, это все вообще невозможно, это не про нас, это не про нашу жизнь, это кто-то там делает, это не для нас. То есть люди, понимая, что их ждет некое изменение, они вваливаются вот в эту пятистадийную историю. И там моя задача как тренера, их провести через эти 5 стадий, для того, чтобы в конце тренинга довести их до понимания, что они могут, что у них получится, что они уже что-то умеют, что они могут попробовать. Это моя задача как тренера. Ну и, собственно, первое, нет, это не для нас. Очень тяжело работать в группе, если такую позицию занимают руководители, либо авторитеты, крупные авторы, либо редакторы, и такое очень часто случается. У нас с консерваторами выступают, часто нифига не те люди, которые пишут, а именно те люди, которые руководят и управляют, потому что их-то надо отправлять на тренинги по менеджменту, по-современному, и прогонять их через эти же 5 стадий в отношении управления контент-проектами. И, собственно, они такие, ну, нет, это невозможно, это не для нас, вообще это полнейшая фигня. Дальше начинается история про гнев, начинается фразами типа, это что, вот теперь весь мой опыт, который я там 20 лет нарабатывал, это все теперь на мусорку выкидывать. Ну, в зависимости от того, как люди умеют формулировать свой гнев, там разными случаются истории, да, с которыми тоже приходится работать. Я сейчас просто посмотрела, и в голове куча этих ситуаций прям пролетела, как кинолента. По-разному бывает. И, ну, люди начинают достаточно агрессивно на тебя, как будто ты виноват в этом во всем, выливать свой гнев и недовольство. Когда мы поработали с этим, когда мы проговорили, что именно бесит, что именно вызывает негатив, когда ты снимаешь людям вот это вот обесценивание, они сами себе придумали эту историю, да, обесценивание их предыдущего опыта, ну, неправда. Это не вопрос в том, что вы то, что делали там последние 20 лет, это все надо выкинуть на помойке. Нет. Вопрос в том, что, может быть, в какой-то момент вы остановились, останавливаться и в этой профессии, и вообще в принципе в жизни, останавливаться равносильно смерти. И если мы хотим еще дальше пожить, то давайте посмотрим, что мы можем подправить, что мы можем, чему научиться, как мы можем адаптироваться к изменяющейся экосистеме, к изменяющейся среде, чтобы выжить, чтобы быть эффективными, чтобы не потерять работу, чтобы не потерять проект, потому что очень часто бывает, что команда, которая не смогла адаптироваться к изменяющейся среде, она просто в какой-то момент вынуждена закрываться, и проект закрывается. Очень тяжело работать, например, с большими крупными брендами, потому что, ну, сами понимаете, для того, чтобы эволюционировать в большому мастодонту, в крупной, такой неповоротливой системе, конечно, нужно гораздо больше энергии, и больше проживания, и больше опыта, и больше тренингов, и больше системности. Чем? Какой-то небольшой команде, которая достаточно гибко может адаптироваться. Поэтому с гневом работаем, проговариваем его, меняем эмоциональную реакцию на конструктив, на глаголы действия, на, там, отрисовываем, где можно не переучиваться, а где, там, что стоит поменять, какие наши цели, зачем мы это все делаем. То есть такая работа идет. Дальше на третьем этапе, да, когда люди начинают торговаться, вот здесь вот уже становится весело, потому что я готова предугадывать все вопросы, которые на этом этапе у людей возникают. Первый вопрос, типа, вы покажите какую-нибудь успешную, такую успешную команду, которая вот по этим принципам работает, и вот чтобы я их еще знала. То есть это прям классический торг. У меня был, я сейчас, правда, не помню, чей это был коммент. Я писала статью про кросс-медийное планирование и про то, что, имея в своем медийном хозяйстве несколько каналов, там, сайт, разные социальные сети, там, мессенджеры, возможно, рассылки, возможно, еще что-то из традиционных медиа, имея вот это вот многоканальное хозяйство, невозможно больше существовать в той планировочной системе, которая утвердилась, типа, мы сегодня планируем газету, мы сегодня планируем телек, мы сегодня планируем, там, сайт, а социальные сети, вот, что на сайте вышло, то и анонсируют. То есть это вообще неэффективно, ни с точки зрения времени, ни с точки зрения, там, этой отдачи от контента, да. И, значит, первая реакция, там, когда опубликовали эту статью, «Ой, покажите мне хотя бы одну редакцию, которая по такому принципу работает, и она была бы крутая-крутая». Ну, здесь есть фактор времени, который в большей степени работает против меня, против тренера, потому что к тому моменту, как редакция, которая адаптирует этот подход, его применит регулярно и достигнет, ну, вот, успеха, который зачтется, зачтется критиками и вот этими людьми, которые находятся на стадии торга, к этому моменту, ну, вот, критикам уже будет поздно. Ну, то есть проект изменится, вот тот, кто использует этот подход, проект изменится, он там получит больше трафика, он получит больше рекламодателей, он там будет жить. Человек, который застрял на стадии торга, он будет ждать бесконечных подтверждений вокруг и потом будет следовать некому образу. Так вот, если вы ждете, что где-то вокруг будут яркие примеры, которые подтверждают, те изменения, которые необходимо вам пройти, если вы ждете, что вам кто-нибудь докажет, что это работает, то это 100% вы опоздают. Не бывает, понимаете, вот просто, когда вы дожидаетесь момента, ну, сейчас, вот, другой пример, сейчас пытаюсь какую-то метафору найти. Например, вы смотрите на Алексея Немова, который олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Вы смотрите, какие он делает элементы, как у него выверено приземление, вы видите, о, олимпийский чемпион, это круто, там все. Так вот, если вы ждете некоего Алексея Немова, чтобы начать заниматься спортивной гимнастикой, ну, понимаете, да, какой путь вам нужно пройти, чтобы до олимпиады дойти. Если вы находитесь на старте записаться или не записаться в секцию, то, имея вот этот образец успеха, понимаете, что вам, условно, 15 лет ежедневной похоты вам нужно пройти. А к тому времени, как вы дойдете, возможно, до олимпиады, ну, Немов пойдет в другую профессиональную дорогу. То есть, вот это приблизительно такая же история. То есть, люди сидят и ждут, когда им покажут успешные, ну, как бы успешные проекты. А в это время нормальные успешные проекты развиваются, адаптируются, эволюционируются, экспериментируются и так далее. Ну и вот, короче, есть люди, которые там застревают на каждом из этих этапов. Кто-то застревает на гневе, кто-то застревает на торге, кто-то застревает на депрессии. Это очень такая тяжелая история. С кем-то у нас получается работать продуктивно, с кем-то не очень. Потому что профессиональная, ну, то, что не клиническая депрессия, да, не медицинская, такое метафоричное использование этого слова. Профессиональная депрессия, профессиональное выгорание – это прям очень актуальная тема. Мы сделали спецпроект про выгорание. Мы активно постим различные материалы, которые помогают людям поработать с этим состоянием. И по тому количеству лайков, перепостов и комментариев, которые эти проекты получают, мы видим, что, блин, это такая проблема, настолько неразвиты у нас механизмы адаптации, механизмы выхода из вот этой профессиональной депрессии. И вопросы профессионального самоопределения для взрослых, для опытных людей у нас мало-мало разработаны. То есть люди падают в такое вязкое болото. Вязкое болото, знаете, я ничего не могу. Все, моя профессиональная жизнь кончилась. То есть мне сейчас 42, как бы до пенсии дотянуть, надо занять какое-нибудь место, чтобы меня не трогали. Я ничего не понимаю в цифрах. Я, нет, Excel я никогда не освою. Вот эти всякие ваши мультимедийные штучки, они, это все полнейшая фигня. И мне никогда это не поддастся. То есть вот это как раз то болото, которое достаточно тяжело проходится. Проходится интенсивами, проходится марафонами, проходится пошаговым личным успехом. Я сделала один маленький эксперимент, у меня получилось, ага, молодец, похвали себя. Проходится нахождением в сообществе, позитивно настроенным в сообществе. То, что мы пытаемся сохранять и развивать в группе «Усила Медиаклуб» в Фейсбуке. То есть группа, где к любым состояниям, к любым вопросам, к любым экспериментам и опытам все сообщество относится позитивно, поддерживающе. Потому что все мы проходили через 5 стадий, и мы готовы поддерживать человека, который запутался немножечко, куда идти, чем заняться и испытывает психологические, профессиональные сложности. То есть очень важно, чтобы были люди, которые позаботятся, помогут, поддерживают, посоветуют, обнимут, хочешь пузико и так далее. И следующая стадия, кто-то застревает на депрессии, действительно, и дотягивает до пенсии. А кто-то понимает, что в 72 вполне себе время хотелось бы вырисовать. Давно хотела. И дальше у человека уходит на стадию принятия. Принятие – это не равно «Ух ты, я залез на гору, не больше можно ничего не делать». Принятие – это такое спокойное состояние, понимание, что профессиональный мир меняется очень быстро, а наш медийный мир и наш технологический мир очень быстро принимают какие-то технологические инновации. Совершенно необязательно бежать впереди паровоза, совершенно необязательно уметь всё-всё-всё-всё делать. Но в рамках своего проекта, в рамках зоны своего интереса, участвовать в, условно, в кубке, в том же самом, или подписываться на вебинары, читать профессиональную литературу, держать руку на пульсе, где-то пробовать, где-то внедрять, участвовать в дискуссиях, в сообществе, выезжать, вырывать себя из рутины, выезжать на какие-то оффлайновые мероприятия. Только ради бога, пожалуйста, выезжайте не на эти бесконечные слушательные форумы. То есть очень много профессиональных мероприятий, к сожалению, до сих пор организовываются в формате «приехали люди, посадили каких-нибудь монстров в президиум, в президиум что-нибудь бла-бла-бла», и там сидят люди и слушают это бла-бла-бла. Но это ничего не даёт ни вам как специалисту, потому что всё это послушать можно и в онлайн-трансляции, это можно прочитать в каких-то текстах. Это не стоит вашего времени, это не помогает вам вырваться из рутины. Вырваться из рутины помогает смена деятельности. То есть если вы сидели бесконечно на ленте новостей или вы сидите на аудиторной нагрузке, если вы из образования постоянно в горлом говорите, то вашим вырыванием из рутины будет смена типа деятельности. Например, сделать какой-нибудь проект большой, не новостной, не короткие жанры. В случае с образованием это поучаствовать в каких-то мастерских, либо в дистанционных, либо в обочинах, где вы разрабатываете что-то новое, что-то делаете по-другому. Возможно освоение тех же самых мультимедийных форматов для тех, кто работает в основном на лекциях, поможет снизить вот эту горловую нагрузку и сделать медиапродукты, которые разнообразят ваш педагогический подход. Ну то есть подписывайтесь и приезжайте на те мастерские, на те форматы, которые позволяют вам делать что-то не так, как вы обычно это делаете, не пассивно, вовлекайтесь, участвуйте, пробуйте. То есть это всё позволяет вам пройти через эти пять стадий, дойти до принятия. Вот. Это про принятие, да, это про принятие мультимедийной реальности. Я начинала с того, что это пять стадий принятия мультимедийного горя, но на самом деле это, конечно, принятие профессиональной реальности. И что для меня очевидно, но, возможно, для кого-то не совсем, для меня очевидно, что эта штука никогда не заканчивается. То есть каждый раз, буквально там каждую неделю, каждый месяц, а уж тем более каждый год, эта медийная информационная среда подкидывает нам всё большие шоки, всё больше, нет, не сильнее, да, а другие разные, да, другие разные шоки, травмы, удивления и вот это вот выбивание из колеи. Поэтому вот это вот я бы, конечно, приняла, прожила бы эти пять стадий и приняла то, что вот эта вот круговерть проживания и принятия, она будет до конца вашей профессиональной карьеры. И я очень сильно надеюсь, что эта профессиональная карьера не заканчивается с формальным опытом на пенсию. Ну вот, до новых встреч. С вами была Самая Рыжая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Эх, блин, я постоянно забываю эти штуки говорить. Но вы же знаете, что делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!